В этом ролике вы узнаете топ 5 российских акций для покупки в новой реальности. Вы знаете, что 24 февраля мир для всех нас изменился. Также изменились и условия для различных компаний. Я вам расскажу о компаниях-фаворитах. Вы находитесь на канале Путь Инвестора. С вами Артем и мы начинаем. Я начну с того, что расскажу вам, как изменилась капитализация топ 10 российских компаний. До всех событий Газпром был по капитализации на первом месте в России, 118 миллиардов долларов. После он остался на первом месте, но только капитализация очень серьезно снизилась. Сбербанк был на втором месте по капитализации раньше, а сейчас ушел на шестое место. Роснефть была третьей, сейчас так и осталось третьей. Новотек был четвертым, сейчас стал вторым. Лукойл был пятым, стал четвертым. Норникель был шестым, сейчас поднялся на пятое место. Газпромнефть была на седьмом месте, так и осталась на седьмом месте. Яндекс был на восьмом месте, а теперь вылетел из десятки. Полюс был на девятом месте, стал на восьмом. Сургут Нефтегаз был на десятом месте, сейчас вылетел из десятки. Десятки оказались два новых участника, это Фосагра и Русал. Как вы уже видели по предыдущему слайду, многие инвесторы пересмотрели свое отношение к различным компаниям. И какие два главных вопроса для себя я вижу? Кто меньше всех потеряет в новых условиях и кто может заработать больше в новых условиях? Исходя из этих главных вопросов, я и сформировал свою пятерку лучших компаний для покупки в новых условиях. И первая компания в подборке это Газпром. Я считаю, что в 2022 году Газпром не только не уменьшит свои потоки, но и увеличит их. Предлагаю проанализировать самые свежие отчеты компании, добычи и поставки газа, итоги трех месяцев 2022 года. В январе-марте 2022 года Газпром по предварительным данным добыл 135 миллиардов кубометров газа на уровне аналогичного периода прошлого года. То есть падение добычи не произошло, это хорошо. Поставки компаний из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 4,3%. В частности, в связи с теплой погодой в феврале, поставки в марте были на уровне этого месяца прошлого года. Экспорт страны дальнего зарубежья составил 38,5 миллиардов кубометров, на 27% меньше, чем за тот же период 2021 года. Газпром продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. В марте экспорт относительно прошлого года увеличился в 9 европейских странах, в частности в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, а также в Турцию. Здесь наблюдалось довольно серьезное падение. Я это связываю с тем, что сейчас просто цены на газ высокие и потребители хотят покупать газ дешевле и ждут, когда газ этот подешевеет. Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контакта между Газпромом и китайской CNPC. По данным Gaz Infrastructure Europe, на 30 марта общий остаток газа в хранилищах Европы 26%. Это одни из самых низких уровней за всю историю наблюдения. Восполнение запасов газа в европейских хранилищах в следующей зиме – очень серьезный вызов, учитывая в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке. Чтобы подготовиться к отопительному сезону, европейцам нужно будет увеличить запасы газа в своих хранилищах, и они в любом случае будут увеличивать свои поставки из России. Что считает Bloomberg? Экспорт российского газа может достичь рекордных 321 миллиарда в 2022 году. Аналитики Bloomberg прогнозируют отличный год для российского экспорта энергоносителей, который может принести рекордные 321 миллиард долларов на треть больше, чем в 2021 году, поскольку цены на газ на спотовом рынке выросли в 5 раз за последний год. Если вы посмотрите на график цен природного газа в Европе, вы увидите, что он постоянно растет. Если мы с вами посмотрим на экспортные цены Газпрома, средние цены реализации газа в дальние зарубежья за год, мы увидим, что в 2021 году произошел существенный рост. С 2016 по 2020 год средние цены Газпрома были 195 долларов. Среднегодовые спотовые европейские цены были примерно 192 доллара, то есть почти полное соответствие. Разлет начался в 2021 году, но надо учитывать, что есть временной лаг 6-9 месяцев. Текущие цены в Европе на газ балансируются около 1300 долларов, средний за январь-февраль 2022 года около 1030 долларов. Это значит, что во втором квартале 2022 года экспортные цены Газпрома в Европу могут превысить 1000 долларов, и вот с апреля по плану должно начаться заполнение газовых хранилищ в Европе. Если Европа очень сильно напряжется, и, к примеру, вот какую-то такую часть ей удастся компенсировать какими-то альтернативными поставщиками. Но мы понимаем, что вот этот вот остальной объем ей компенсировать не удастся, и этот объем пойдет по очень высокой цене. Говорят, что скоро YouTube может быть заблокирован, поэтому, чтобы не потеряться, подпишитесь в Telegram на нашу группу, тем более там очень много полезной информации. Также в описании вы найдете ссылку на номер карты, по которой можно поддержать канал. Спасибо! Вторая компания в нашей подборке это Роснефть. Пришли свежие и довольно-таки обнадеживающие данные по добыче нефти в России. Итак, добыча нефти и газового конденсата за март составили 11,01 млн баррелей в сутки против 11,08 млн баррелей в сутки в феврале. Источник Reuters. Нет уменьшения добычи в марте, а значит и продажи нефти и природного газа не должны сильно сократиться. А так как цены высокие, даже несмотря на дисконт по нефти марки Eurals, экспортные поступления должны быть рекордными. А вот и Минфин опубликовал средние цены за нефть марки Eurals. Средняя цена за нефть марки Eurals в январе-марте 2022 года сложилась в размере 88,09 за 1 баррель. Цена в январе-марте 2021 года была намного ниже, всего около 60 долларов за баррель. Средняя цена за нефть марки Eurals в марте 2022 года сложилась в размере 89,05 за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в марте 2021 года. 63,62 доллара за баррель. То есть мы с вами понимаем, что российские нефтяники должны показать хорошую отчетность за первый квартал 2022 года. Давайте еще посмотрим на структуру выручки Роснефти в разрезе географических областей. Итак, реализация в России приносит 31,4% всей выручки. Реализация в странах СНГ 3,4% выручки. Реализация в странах дальнего зарубежья 65,3%. А если мы посмотрим на структуру экспортных поставок Роснефти, как раз это дальнее зарубежье, мы увидим, что Китай трубопроводный занимает первое место с долей почти 30%. Как мы знаем, Китай не присоединился к антироссийским санкциям. Соответственно, этим поставкам, думаю, ничего не угрожает. Я даже думаю, что эти поставки будут увеличиваться, учитывая новые контракты Роснефти и китайских компаний. Третья компания в сегодняшней подборке – это ФосАгро. Начнем с того, что гендиректор производителя удобрений ФосАгро Андрей Гурьев, включенный накануне в новый санкционный список ЕС, новость от 10 марта, покинул свой пост, говорится в сообщении компаний. Главой ФосАгро стал бывший заместитель гендиректора Михаил Рыбников. Руководитель покинул свой пост, чтобы не подвергать дополнительному санкционному давлению компанию. Но недавно пришла хорошая новость. Согласно Генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами, Минфина США 24 марта, США признали российские минеральные удобрения товарами первой необходимости наряду с сельхозпродукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Это решение оградит российские минеральные удобрения от возможных санкций. В США на поставки из России приходилось 6% от общего объема импорта калийных удобрений, 20% диамонии фосфата и 13% карбамида. Данная мера даст возможность использовать уже налаженные схемы поставок, поскольку крупнейшие морские перевозчики уже заявили, что запрет на перевозки из Российской Федерации не будет распространяться на товары первой необходимости. Учитывая растущий дефицит удобрений в Европе на фоне нарушений логистики поставок из России, европейские страны могут прибегнуть к аналогичным мерам. Также уже в этом году потенциально возможно переориентировать поставки на азиатские рынки. Если вы видели мои подробные разборы Фосагра, вы помните, что Фосагра – это в основном у нас фосфорные удобрения. И вы знаете, что эти фосфорные удобрения самого высочайшего качества, которые отлично продаются на премиальном европейском рынке удобрений. Фосфоросодержащая продукция в структуре выручки Фосагра занимает 80%. А если мы посмотрим на территориальное распределение, то Россия и страны СНГ – 31%, Южная Америка – 26%, и эти рынки полностью защищены от санкций. Европа занимает 26%, Северная Америка – 8%, Африка – 3%, Азия – 6%. До новости, которую я вам озвучил выше, вот эта часть выручки для меня вызывала серьезные опасения. Но после этой новости я считаю, что эта выручка, она составляет около 30%, будет сохранена. А учитывая высокие мировые цены на удобрения, Фосагра в этом году может показать результаты еще лучше, чем в рекордном для себя 2021 году. Четвертая компания в нашей подборке – это Норильский Никель. Норникель пока не рассматривает план по перенаправлению поставок на альтернативные рынки. У Норникеля почти нет отказов от контрактов, заявил глава компании. Но это понятно. Россия контролирует 42% рынка Палладия, 12% рынка Платины, 9% рынка Никеля и 4% рынка Меди. И практически все это Норникель. Если быть точнее, то номер 1 по производству Палладия, номер 1 по производству высокосортного никеля, номер 2 по производству первичного никеля, номер 3 по производству Платины, номер 11 на рынке Меди и номер 4 по производству Родия. Я помню, несколько лет назад американцы ввели санкции против русала Олега Дерипаски, который контролирует примерно около 6% рынка алюминия. Так вот, это настолько дестабилизировало мировой рынок алюминия, что эти санкции американцы после, конечно, определенных действий русала были вынуждены полностью отменить. Норникель же находится в еще более защищенной ситуации по сравнению с русалом, потому что контролирует гораздо большее количество металлов. Палладий – это мировое производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Платина – то же самое, только с дизельными автомобилями. Высокосортный никель – это аккумуляторные батареи для современных электрических автомобилей. Медь – это металл, который будет активно участвовать в энергопереходе. Первичный никель – это нержавеющая сталь, а значит, строительный сектор. Вывод такой – удалить норникель из мировых цепочек поставок сырья невозможно. Пятая компания в нашем обзоре – это VK. Социальная сеть ВКонтакте отмечает продолжающий стремительный рост интереса аудитории к видеоконтенту на платформе. 27 марта ВКонтакте установила новые рекорды пользовательской активности. 1,31 млрд просмотров видео и 840 млн просмотров клипов за сутки. По сравнению с февралем, просмотры видео выросли на 28%, а клипов сразу на 125%. Платформа также отмечает массовую регистрацию новых авторов. Так, количество активных контент-мейкеров в клипах ВКонтакте выросло в 4,5 раза по сравнению с февралем. Растет и количество публикуемого авторами видеоконтента, как горизонтального, так и короткого вертикального формата. По данным бренд-аналитик, ВКонтакте стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций в феврале и марте 2022 года. То есть ВК становится главным выгодоприобретателем блокировки известных социальных сетей, таких как Инстаграм и Фейсбук. Из последних новостей, Министерство науки РФ разослало российским вузам письмо с просьбой до 4 апреля перенести свой контент с Ютуба на российские платформы. В качестве альтернативных площадок ведомство предложило ВК Видео и Рутуб. ВК Видео запускает приложение для смарт-ТВ. Пользователи смарт-телевизоров получат доступ ко всем технологиям ВК Видео. Быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержка Full HD и 4K. Холдинг ВК готов принять на работу больше тысячи айтишников, оставшихся без работы. В компании добавили, что готовы принимать не только отдельных специалистов, но и целые команды. ВК перезапустит легендарный мессенджер ICQ и MyTeams. ВК запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса, принадлежащей компании социальной сети ВКонтакте, которая поможет максимально эффективно настроить все процессы на платформе, говорится в сообщении. Блогеры ВКонтакте смогут получать 100% доходы от рекламы в соцсети. Программа будет действовать в течение месяца до 10 апреля. То есть мы с вами видим, как компания активно действует в новых условиях и даже агрессивно, привлекая новых пользователей и создателей контента. Если вы посмотрите на структуру выручки ВК, вы увидите, что 40% занимала реклама. А представляете, сколько компания может еще заработать, учитывая, что не работает Facebook, не работает Instagram и возможно скоро не будет работать YouTube. Огромная часть этих рекламодателей может уйти во ВКонтакте, тем самым увеличить поступление от рекламы. Вот мнение Freedom Finance. Ставка на акции компании IT-сектора в РФ в текущий момент вполне оправдана. Инвесторы ищут новые идеи, отмечается интерес бумагам эмитентов из IT-сектора, хотя спрос не подкреплен фундаментальными причинами и основан на спекулятивных ожиданиях того, что отечественные игроки смогут заменить в этой сфере иностранных. Хотим подчеркнуть, что в ВК 72% роста по итогам во вторник и так занимает наибольшую долю на рынке сетей. Как следствие, уход конкурентов не приведет к кратному росту доходов компании. Тем не менее, ставка на IT-сектора сейчас оправдана, поскольку государство предоставляет компаниям значительные льготы и послабления, пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвескомпании Георгий Ващенко. Если мы посмотрим, рост действительно был значительный за последнее время, практически на 90%. Но надо также понимать, что компания с пиков 2020 года в моменте скорректировалась на 90%, и поэтому вот это движение можно расценивать как отскок. В Вике еще есть одна скрытая опасность, она заключается в том, что доля нерезидентов в этой бумаге составляет 30%, а вы знаете, что сейчас нерезиденты продавать просто не могут. Соответственно, если в какой-то момент им дадут шанс выйти, они могут обрушить котировки компании. Более подробно об этом риске смотрите вот здесь вот мой ролик сверху по ссылке. Ну и давайте в конце посмотрим на динамику движения цен по этим пяти компаниям. Итак, Нурникель с начала года упал почти на 8%, Газпром снизился почти на 30%, Роснефть на 26%, Фосагра вырос на 25,5%, Викей упал на 36,7%. То есть надо понимать, что потенциал восстановления, самый больший, все еще остается в Викей, несмотря на его столь стремительный рост. А вот у Фосагра этот потенциальный рост, конечно же, более ограничен, так как компания уже торгуется на своих максимальных исторических значениях 7400 рублей за одну акцию. Газпром, Роснефть и Нурникель, я уверен, еще отыграют свое падение с начала года и, возможно, по итогам года мы увидим уже положительные значения. Итак, мы с вами проанализировали компании в новых условиях, все, что я сейчас сказал, это не является никакой инвестиционной рекомендацией, это только мои мысли. Ну и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязателен.